На седьмом десятке с уставами всё в порядке. Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Знаете, вот некоторые говорят, вот желательно сменить место для того, чтобы лучше показывалось. Я вообще-то не возражаю, что для картинки, возможно, место там... Я и думал об этом, и зелёный фон приобрёл, и так далее, и тому подобное. Но, вы знаете, вот это вот место, в котором я сижу над компьютерами, тут у меня сканер стоит, тут у меня вся эта ерунда. Она такая, знаете, наработанная. Вот я, когда сюда сажусь, я погружаюсь вот в какую-то информацию, уже тут, знаете, пробита такая дырища вот в эти все миры. Тонкие миры информационные, что мне легко и просто как-то... Именно здесь комфортно говорить с вами. Так вот, буду краток, хотя тут, знаете, не просто, чтобы вот краток сказал на отвале. Смотрю так телевизор там иногда, когда там спускаюсь, там покушать или ещё что-нибудь, и там чешут реклама. Простудный сезон, я уже вам говорил, что простудный сезон начался, значит, начинаются различные лекарства, и пошло, 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 пошло. И я вам предложил свои проверенные, а это именно Тодикамп. Вы о нём можете узнать более подробно. Прекрасно антибактериологическое противовирусное средство. Естественно, применять его надо там 5-10 капель, не надо там заглушать по столовой ложке. Вот, курс недельки-две, перерыв недельки-две, обратно прекрасно обрабатывает нам как раз горло против ангин, против, знаете, там вирусов, которые так и норовят лезть в рот. И, естественно, вирусы, там и бактерии лезут у нас в носоголодку. Я предлагаю вам вот такой вот, ну, не обязательно такой вот, вообще, нюхательный табак. Фитонциды табака невыкновенно мощно действуют на всю эту, знаете, патогенную микрофлору, вирусы и прочее, прочее. И причём они, вот эти вот фитонциды туда проникают. Всего лишь навсего. Я вам показываю ещё, который раз я вам показываю, сколько использовать табачка. Берёте зубочистку, больше не надо зубочистку. Вот так коварнули. Видите, что тут у нас? Одна ноздря зацепилась. Другая ноздря. Всё, больше ничего не надо. Раза два-три. То есть, когда вы ходите на работу, допустим, или дети в школу, им такая, опа, табачка в нос. И когда они пришли со школы, или вы пришли с работы, ещё. Великолепные средства, которые никак не влияют на ваш организм, в смысле, какие-то побочные действия. Те лекарства, которые предлагают вам через телевизор, я так по секрету скажу, никому только не говорите. Все эти лекарства, большинство лекарств, разные циклофероны и прочее, прочее, прочее. Значит, было замечено, что когда человек болеет, то у него в организме вырабатываются вот эти разные циклофероны и прочее, прочее вещества. И ряд других веществ, гамма-глобулины, по-моему, ну, я так, навскидку, я не смотрю там интернет, не специальные источники, чтобы вам сказать. Так, навскидку, насколько я помню. Вот, что вот эти вот вещества только раз, и они за вас всё сделают. Смотрите, что получается. Вот эти вот вещества, которые рекомендуют через аптечки продавать вам, и якобы они эффективно действуют, я не возражаю. Первый раз они подействуют действительно эффективно. Но, смотрите, те же, допустим, циклофероны, там, гамма-глобулины эти все там, они вырабатываются организмом в ответ на какую-то инфекцию. Они вырабатываются в полной мере. Если вы, согласно вот этим всем вещам, как бы сказать, для, уже не стесняются говорить, для того, чтобы убрать симптомы, ну, не заболевания, а симптомы, знаете, замазать, а то, что трещины были внутри, и они дальше трещат, трескаются. Вам никто ничего не говорит. Уберем симптомы, а дальше, вы знаете, там будете колоться до самой, как говорится, пяток. Вот, и получать осложнение. Так вот, немножечко я отвлекся. Значит, вот эти вот гамма-глобулины и вот эти вот интерфероны вырабатываются организмом. И если вы их начинаете принимать, надо, не надо, вот вам оба положено, то собственные гамма-глобулины и интерфероны перестают вырабатываться. То есть, ваша иммунная система, ваши вот эти вот механизмы, которые должны бороться с болезнью, ваши, собственные, они атрофируются. Из-за того, что, а зачем это вводить, когда имеется вот в достаточно ижне, и человек становится беззащитен. Беззащитен. Это порождает новую, знаете, там своеобразную цепную реакцию, в которой толком особо никто не разбирается, как вы трескаетесь и сходите на нет. Чтоб вы это понимали. То есть, одно дело, какие-то, будем говорить, лекарственные вещества, которые просто-напросто подействовали, вот типа керусин, типа табака, и я бы еще добавил сюда и тмин. Пять, десять зернышек тмина, мама, это вас касается. Встали, вот вы на работу, дети собираются в школу, всеми там пять-десять зерен тмина, пусть они сладким чайком запили и побежали, раз в день. Для того, чтобы инфекция из желудочно-кишечного тракта не проникала в кровь и не вызывала всего такие вот вещи. Вот что можно использовать в сезон простуды для того, чтобы сохранить свой собственный иммунитет, приумножить его и плюс еще надежно защищаться от разного рода микробов, вирусов, грибков, которых сейчас пруд пруди. Общество больное, оно больно на голову, все общество в мире, то есть цивилизация больная. И идет вырождение, просто-напросто вырождение людей. Плюс вот с этими вот, знаете, такими вот агрессивными формами лечения, продаж и так далее, и так далее. Знаете это, это только для подписчиков канала, больше никому не говорите. Здорово, здорово, Акчара Годзина, с праздником богатырь из Штоли Мамы, привет, бать здорово.